Нам важно научиться пребывать в осознанности и внимательности. Для этого на втором этапе сосредоточения, продолженное закрепление, мы учимся сохранять памятование. После того, как йогин, практикующий великое совершенство, распознал подлинный лик рикпа, он никогда не должен отклоняться от него, чем бы он ни занимался. В этом ему помогают внимательность и бдительность. Если внимательность приходит в упадок, бдительность это сразу подмечают. Сегодня мы говорили о равностном отношении ко всем живым существам. Эта равностность также сохраняется благодаря внимательности и бдительности. Мы думаем о том, что все живые существа, так же, как и мы, не желают страданий и хотят счастья. Осознавание этого мы стараемся пронести через весь наш день. Внимательность удерживает эту мысль, а бдительность проверяет, насколько она хорошо ее держит. Как только внимательность утрачивает объект, бдительность возвращает к нему. Если в течение дня вы стараетесь проявлять такую осознанность и внимательность, все становится медитацией. И это очень важно.